Добро пожаловать на фестиваль Манны с пастором, евангелистом и учителем Перри Стоуном. Наслаждайтесь уникальным взглядом на пророческие и практические истины. Пора приступить к трапезе свежей Манны, поэтому приготовьтесь получить благословение и вдохновение. А вот и ведущий программы «Учитель Перри Стоун». Приветствую вас из западной части Иерусалима и хочу предложить говорить о том, о чем я проповедовал в прошлый раз. Тема этой программы — молитвы, которые принесут освобождение вашим детям. На прошлой неделе я рассказывал вам о том, какие духи могут атаковать ваших детей и как их изгонять. Но сегодня мы поговорим о молитве. Когда вы молитесь за кого-то, кто еще не знает Иисуса Христа, это особая духовная битва, особая молитва. Я часто общался с людьми, в семьях которых были неспасенные люди, и за 42 года моего служения я понял следующие три вещи. Эти вещи распространяются и на мою семью. Во-первых, я понял, что необходимо молиться с верой. В Послании Иакова, 5 главе, говорится о том, что молитва веры исцелит болящего. Но в той же Библии описана еще одна молитва веры. Вам нужно верить в то, что вы говорите в молитве, чтобы получить то, о чем просите. На этом основании изиждутся все духовные принципы. Молиться необходимо с верой. Поскольку сегодня мы будем говорить о молитве за ваших неспасенных детей, то запомните вот что. Молитву можно лишить сил. Если вы молитесь так, «Господь, спасибо, я верю, что спасешь моего ребенка», а после этого, болтая с соседкой, говорите ей, «Вот, я давно молюсь за своего ребенка, но ничего не происходит», то шансов на духовный прорыв почти не остается, ваши молитвы вряд ли будут отвечены. Во-вторых, я записал все пункты. Приходить в молитве к Богу с грузом на сердце можно и нужно. Груз — это тяжелое обстоятельство, тяготящее вас в духе. Вы не сможете его сбросить до тех пор, пока не придете к Богу в молитве. Если вас терзают переживания о неспасенном родственнике или ребенке, запомните вот что. Молитесь в те моменты, когда ваши переживания особо сильны. Возможно, в молитве вы сможете уберечь их от внезапной смерти или высовободите прорыв в какую-то сферу их жизни. В-третьих, вам следует понять, что если вы молитесь с верой и приходите к Богу с тяжелым сердцем, вам будет казаться, что вы сражаетесь за что-то. Так и есть, это сражение. Вы сражаетесь не за то, чтобы ваш ребенок просто пришел в церковь или чтобы его коснулся Дух Святой. Это битва за вечную жизнь. Поэтому я хочу, чтобы вы запомнили три вещи. Вам нужно молиться с верой. Молиться, когда на душе лежит тяжкий груз, он сигнал к молитве. И третье. Помните, что вы сражаетесь. Вы стоите в молитве за вечную жизнь для вашего неспасенного. Теперь давайте откроем с вами книгу «Деяния» 16 главу. Хочу, чтобы вы взяли листочек и написали на нем «Деяние 16.31». Мы с вами прочитаем это местописание, но перед этим хочу, чтобы вы прилепили этот листок на свое зеркало в ванной или на холодильник. Вы будете видеть его каждое утро в ванной, каждый вечер, перед сном, на холодильнике, когда пойдете попить молочка или скушать чего-нибудь. Сейчас я расскажу вам, что он означает. Предыстория такова. Павел и Сила были посажены в темницу. Их избивали, на их ноги надели оковы, чтобы они не убежали. Но тут внезапно они начали прославлять Бога, и Он послал им землетрясение. В Библии сказано, что когда это произошло, поколебалось основание темницы. Оковы упали, узы ослабели, и двери темницы открылись. Разве это не чудо? Это было очень сильное землетрясение. Темничный страж, римский язычник, который работал в тюрьме, стерег заключенных в тот день. Если кто-то сбежит, пока он будет на страже, его убьют. Поэтому он ужасно испугался. Но Павел возгласил, не делай себе никакого зла, потому что мы здесь. Когда Павел заговорил с этим стражем, он сказал, «Господь меня освободил». Он рассказал ему свою историю, и страж позвал его к себе домой, где тот проповедовал слово всей его семье. Вот как он проповедовал этому стражу. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Весь дом этого стража обратился в веру после этого землетрясения. Есть еще одно местописание, Деяние, 10 глава о Карнилии, «Язычники из Италии». Ему было видение, в котором ему явился ангел Божий, и оно связано с апостолом Петром, который пришел к нему в дом проповедовать. И вот перед нами еврейский мужчина, проповедующий в доме у язычников, неслыханная ересь по тем временам. В Библии сказано, «Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих Слово». И верующие из обрезанных, то есть евреи, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Мне так нравится, что то был целый дом. Если вы откроете 10 главу Деяний, то прочитаете о том, что Дух Святой сошел на всех слушавших Слово. Самое крутое — это то, что весь его дом спас и наполнился Духом Святым. Я как-то проповедовал на конференции, и Дух Святой велел мне передать людям, что он наполнит их дома. Другими словами, вот вы, все те, кто наполнен Святым Духом, но ваша мама, папа, дядя, бабушка, дедушка, брат, сестра считают, что вы сошли с ума, поверив в какой-то Божий Дух. Бог пошлет Духа Своего в ваш дом. Мы увидим плод на наших служениях, воскресенье вечером, на вечерах молитвы и поклонения в Духе. Мы увидим, как несколько сотен людей пойдут к алтарю, иногда целые семьи. Господь изольет на них Святого Духа и крестит их. Вам нужно поверить. Во-первых, вам нужно верить в то, что весь ваш дом спасется, и в то, что ваш дом наполнится Святым Духом. В книге Иисуса Новина сказано «А я и дом мой будем служить Господу». Я сомневаюсь, что он спрашивал своих детей «Дети, вы не против, да?» или собирал подписи своих родственников, объявив, что у него есть уникальное предложение. Он был главой дома, и он провозгласил «Я и дом мой будем служить Господу». Вам нужно сделать так же. Вам нужно провозглашать спасение для вашего дома и наполнение его Духом Божиим. Вам нужно взять в обиход фразу «А я и дом мой будем служить Господу». Я всем сердцем верю, что очень часто родители не могут представить своих детей спасенными, потому что они все время говорят об их проблемах. Джимми снова попал в неприятности. Его снова арестовали. То, что вы произносите устами, не вяжется с тем, о чем вы просите Бога, в результате чего у дьявола появляется право сказать Богу, «Ты ничего не сможешь сделать для этой семьи». Послушай, что они говорят. Они не верят в то, что говорят. Это уже отдельная проповедь из Откровений 12 главы, где говорится о клеветнике наших братьев. Но вот к чему я это говорю. Вам необходимо провозглашать спасение в доме, в семье. Нужно молиться за всю семью. Второй пункт звучит так. Вам нужно молиться о появлении друга-посредника между неспасенным и Божьим Царством. Вот почему я так считаю. Большинство людей пришло к Богу через члены семьи или близкого человека. Несколько лет назад было нормальным стучаться в двери и проповедовать жильцам, но теперь, по тем или иным причинам, такой практики больше нет. Но если вы спросите человека о том, кто привел его в церковь, в большинстве случаев он ответит, что это была его мама, папа, брат. Через этого друга-проводника Господь будет приоткрывать им тайны Своего Царства, открывать им путь ко спасению. Если вы замужем за неспасенным, то вам следует молиться вот как. Господь, прошу тебя, пускай у него появится друг на работе, может, он будет новичком, может, нет, но пускай он будет посвященным христианинам, и пускай мой муж подружится с ним. Они будут вместе ездить на рыбалку, на охоту, и он будет рассказывать ему о Христе. Вот как вам нужно себя вести. Если речь идет о молодом человеке, мы, к примеру, молились за нашего сына, и, да, я все время привожу его в пример, но это для того, чтобы вы поняли, что мы прошли то, через что проходите вы. Мы молились за нашего сына, который находился в зависимости 9 лет. Я сейчас скажу нечто очень важное. Помню, как мы молились так. Господь, пошли ему кого-нибудь, кто полюбит тебя безусловно и поможет тебе завоевать его для себя. И в церкви он познакомился с молодой девушкой, которая прошла с ним огонь и воду, которая не отвернулась от него, несмотря на его зависимость. Позже они поженились, и она оказала ему ту помощь, которая ему и была нужна. Любовь, которую она являла ему, помогла ему переосмыслить многое в своей жизни. Она была посредником между ним и Божьим царством, о котором мы молились. Не нужно ждать, пока ваши дети объявят помолвку, чтобы сказать им, «Знаешь, что-то мне не нравится, твой женишок». Нужно молиться уже сейчас, пока они еще молоды, и просить Бога послать в их жизни правильного человека, чтобы, когда такой человек появится, вы бы могли ему сказать, «Ты ответ на наши молитвы». Повторим это еще раз. Молитесь, чтобы ваша семья спаслась, и чтобы ваш дом наполнился Духом Святым. Третий пункт. Скажу вам, какие стихи открыть. Вам нужно молиться о том, чтобы Господь пробудил их дух, потому что большинство детей, которые далеки от Бога, живы целесно, но мертвы духовно. А вы хотите, чтобы они были живы не только целесно, но и духовно? В послании к Ефесянам говорится, «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос, римлянам, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали». Первое к Коринфянам. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Вам нужно молиться, чтобы их духовные глаза были открыты, и чтобы они увидели истину. Когда люди видят истину, когда они познают ее и признают ее, через нее они узнают о Боге. У нас есть уши, у каждого из нас есть уши, но у нас также есть и уши духовные. Бог часто говорит ко мне ранним утром, я слышу, как Господь говорит ко мне во сне, слышу Его голос, и это правда. Это случалось уже пять или шесть раз, я сбился со счетом. Нужно сесть и подсчитать. Каждый раз я слышал слово от Бога. Я говорю все это к тому, что вам нужно молиться о том, чтобы уши и глаза их сердца были открыты. Никогда не забуду, как Карен Уиттон, моя хорошая подруга, она служит молодежи в Гамильтоне, штат Огайо, как-то раз пришла к нам домой. Она знала, что у нашего сына была зависимость. Мой сын не знал, что она сделала, мы ему не рассказывали, но она открыла шкаф в его комнате, взяла в руки его ботинки и начала ходить по его спальне рядом со столом, на котором стоял компьютер, за которым он учился. Она говорила, пробуди его дух, пробуди его дух, пускай его дух оживет. Я раньше никогда не слышал, чтобы кто-то молился о подобном. Но затем я прочитал еще раз о том, что писал Павел, да просветлит Господь очи вашего сердца, и о том, что говорил Иисус, имеющий уши, да слышит, и понял, что его духовным глазам и ушам необходимо было открыться. Вот о чем молилась Карен. Дух Джонатана не воспринимает Божье Слово, но если его дух проснется, стань спящий, так написано в Писании, он спит духовно, он не духовно, но если Господь пробудит его дух, тогда он сможет услышать Слово, принять Слово и познать Господа. Я запомнил ее молитвы и сам стал ходить по его комнате и молиться «Пробуди его дух, пробуди его дух». Это был третий пункт. Далее четвертый. Молитесь о том, чтобы была разрушена всякая вредоносная душевная привязанность. Проповедники часто говорят о душевных привязанностях. Это выражение не из Библии, но в первой книге царств, в 18 главе, говорится о том, как душа Иоаннафана прилепилась к душе Давида. Душевная привязанность связывает тебя с другим человеком, а порой в самом негативном смысле слова. К примеру, наркоторговец выходит на связь с человеком, который хочет продавать наркотики. Проблема наркомании стоит особенно остро сейчас. Если член вашей семьи имеет какие-то связи с наркоторговцами, то вам нужно молиться о том, чтобы эти связи разорвались. Лучше молиться, чтобы этот наркоторговец оказался в месте, откуда он не достанет вашего близкого. Например, в тюрьме. Люди часто пишут мне письма из тюрьмы и говорят, «Я благодарю Бога за то, что попал сюда». Мне здесь вообще не нравится, но благодаря тому, что я попал сюда, Бог спас меня. Я услышал Евангелие и узнал истину. Часто людям приходится упасть на самое дно, как говорится, прежде чем прийти в чувства, прежде чем им проснуться, прежде чем им вернуться к жизни. За это нужно молиться в любом случае. Четвертый пункт, я говорю четвертый, но, возможно, это уже пятый. Я со счету сбился. Так вот, пятый пункт, молитесь, чтобы Бог оградил их, как и вас. В книге Иезекииля говорится о неком человеке, ставшем в проломе, о так называемом молитвенном посреднике. Молитвенный посредник — это тот, мне проще будет объяснить это на примере Аарона из Ветхого Завета. Когда в Израиле была чума, он взял благовонное курение и встал между мертвыми и живыми в позе распятого Христа. И чума отступила, потому что он встал в проломе, он стал посредником между ними и Богом, он стал в проломе. «Итак, в проломе вы не входите и не ограждаетесь стеной у дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа». 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Вот что я понял. Я бы хотел, чтобы и вы сейчас над этим задумались. Я скажу об этом в прямом эфире. Возможно, моя жена это не оценит. Но когда наш сын боролся с зависимостью, у нас с женой разошлись мнения насчет того, что нам стоит предпринять по этому поводу. Она сказала, «Он уже взрослый парень, нам пора отпустить его, чтобы он начал жить самостоятельно». Но Бог проговорил мне другое. «Если вы позволите своему зависимому сыну покинуть стены вашего дома, вы отдадите его на растерзание змеям и волкам, и он погибнет молодым». И я сказал жене, «Давай в этот раз сделаем так, как я решил. Мы всегда ищем компромисс, но сейчас нужно поступить так, как я считаю правильно». Потому что Бог сказал мне, что он еще недостаточно взрослый. И он находится в такой зависимости, что если он покинет стены этого дома, то мы его придадим прямиком в руки дьявола. Что я имел под этим в виду? Не знаю, читали вы это или нет, но в первой главе книги Иова написано, что Бог оградил его, его семью и все, что у него было. Дьявол не мог до него достать, потому что он был огражден. У Иова было 10 детей, 7 сыновей и 3 дочери. Об этом написано в первой главе, и враг не мог им навредить, потому что Бог оградил их вместе с Иовом. Именно этот стих Господь положил мне на сердце. Он сказал, «Твой сын пока что должен жить в твоем доме». И хотя он делает столько всего, что тебе не нравится, ты упрекаешь его, ты не согласен с ним, продолжай молиться за него, и не позволь ему покинуть стены твоего дома, чтобы ангелы, защищающие твой дом, защищали и его, чтобы он не вышел из-под этой защиты. Так мы и делали. Мы молились о том, чтобы Господь не дал ему покинуть стены этого дома, чтобы он продолжал его защищать. И разумеется, в наш дом пришло освобождение. Я верю, что у каждого верующего есть ангелы. Их иногда называют ангелами-хранителями или защитниками. Эти ангелы образуют стену, ограждающую нас от зла. В 33-м псалме, 8-м стихе, написано о том, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Ваша стена строится из ваших отношений с Богом, из вашей праведности, поэтому вам остается только сказать Господь, огради их, как ты ограждаешь меня. У моего папы был сводный брат Морган. Они родились от одной матери, но у них были разные отцы. Морган ушел из церкви и не появлялся там лет 40 точно. Мой папа жил тогда в Северной Каролине, в городке Хикари, и как-то раз он молился за него, и ему было видение, в котором сломавшийся на ходу поезд с углем сбил машину и отсек голову человеку, сидящему рядом с водителем. И когда видение кончилось, Господь сказал ему, «Это был Морган, он сегодня умрет». Папа пытался дозвониться ему по телефону, так как брат жил в Западной Вирджинии, но не смог. Тогда он стал молиться и молился полтора часа. Когда он молился, Господь стал говорить с ним, «Мой папа молился на иных языках и умел их истолковывать». Удивительный дар. Когда он молился, он мог истолковывать, как Господь сказал ему, «Ты просишь меня защитить того, кого я не в силах защитить, потому что он намеренно отдаляется от меня, так что я не могу оградить его». Папа загоревал, стал молиться еще сильнее, и Господь снова заговорил к нему. Много лет назад в Северной Вирджинии мой папа увидел ангела, который защищал его семью. Господь сказал ему, «Отправь к нему ангела, которого я поставил над тобой, и я смогу спасти его от смерти». Короче говоря, он молился, и ехав куда-то на пассажирском сидении грузовика, Морган попросил водителя свернуть в кафе за поворотом. За ними ехала пожилая пара, и они поехали вперед вместо них сразу после того, как они завернули. Он купил Кока-Колу, и они продолжили свой путь. Поезд сбил машину, в которой ехала та пара, и отсек голову женщине, ехавшей на соседнем кресле от водителя. Я не собираюсь сейчас пускаться в размышления о том, почему Господь вообще такое допустил, но я хочу обратить ваше внимание на то, что мой отец молился о том, чтобы его ангел-хранитель защитил его брата, и эта молитва спасла ему жизнь. Поэтому вам необходимо молиться о том, чтобы Господь оградил ваших неспасенных близких так же, как Он ограждает вас. Шестой пункт звучит так. Поменяйте то, как вы говорите. Я часто говорил, если Господь когда-нибудь коснется сердца Джонатана, если он... И как-то раз Господь сказал мне, говори не «если», а «когда». Говори «когда». Будто ты уверен, что это произойдет. И мы не смотрели на обстоятельства. Робби, который снимает эту программу, знает, через что мы проходили. Мы не смотрели на обстоятельства и молились так. Когда... Его коснется Господь. Когда... Когда... Когда. И вскоре пришла долгожданная духовная победа. Вся слава Богу за это. Седьмой, последний пункт. Сейчас я обращаюсь ко всем родителям. Один из самых эффективных способов привести своего неспасенного ребенка ко Христу, это полюбить его безусловной любовью. Не важно, что он делает. Может, он живет совсем не по кануну. Может, он сидит в тюрьме. Может, он сделал что-то, после чего в газетах появилось ваше имя. Но вам нужно смотреть на него и говорить, «Я люблю тебя безусловно». Я помню, что когда мой сын был зависимым, он смотрел на меня и проклинал, а я говорил, «Это не мой сынок, говорит сейчас. Это дух, и я запрещаю ему. Пусть он оставит моего сына и даст мне с ним поговорить». Он широко открывал глаза и таращился на меня, как на сумасшедшего. Потому что иногда люди могут быть ведомы духом. Мы говорили об этом на прошлой неделе. Я хочу, чтобы вы приняли это слово и следовали этим принципам. Но самое главное, они должны продолжать чувствовать себя любимыми. Им нужно чувствовать, как сильно вы переживаете за них. Эти чувства не надо подделывать. Я верю, что есть воля Божия на то, чтобы вы и весь ваш дом были спасены. Я верю, что есть воля Божия на то, чтобы ваш дом наполнился Святым Духом. И нет ничего прекраснее, как семья, любящая Бога, которая отмечает вместе праздники, устраивает семейные посиделки, которые разговаривают о Боге и Его благости. Поэтому давайте с вами договоримся, что вся ваша семья познает Господа, и весь ваш дом спасется. Начните практиковать это в молитве, потому что это не просто какое-то послание из Израиля. Это слово, которое работает. И у меня также есть для вас специальное предложение, поэтому, пожалуйста, никуда не переключайтесь. Я скоро к вам вернусь. Это Пэри Стоун. Я написал книгу, которая, возможно, является самой сильной книгой о духовной войне за всю историю моего служения. Она называется «Пища для демонов». День за днем я просыпался в три утра, будучи в городе Тверия, что находится в Израиле, рядом с Галилейским морем. Господь положил мне на сердце написать здесь эту книгу, и я бы хотел, чтобы вы прочитали ее. Она не о величии демонов, а о том, как верующие могут открывать и закрывать двери перед злыми духами. Я расскажу вам, как связаны разные духи с депрессией и подавленностью. Расскажу, как победить духа немощи, который в переводе с греческого значит «дух слабости». Что насчет постоянной борьбы и бесконечных покаяний в одном грехе? Вы снова говорите Богу, «Я больше так не буду». Но перестать вам не под силу. Возможно ли, что дело в духовном демоническом влиянии? Мой ответ — да. Что насчет детей, которых атакуют различные духи? Дух болезни. Я расскажу вам о том, как изгонять нечистых духов из людей. Расскажу вам о трех уроках, которые я выучил во время своих битв. Моя новая книга состоит из десяти глав. Покупая ее, вы получаете в подарок диск «Музыка ангелов» — ведущий инструмент на этом альбоме «Арфа». Девять песен помогут вам обновиться и расслабиться. Когда ваши силы на исходе, когда ваше сердце не на месте, послушайте эту музыку. Она поднимет ваш дух, потому что в Ветхом Завете именно звуки «Арфы» принесли освобождение царю Саулу. Моя новая книга «Пища для демонов» и диск «Музыка ангелов» доступны прямо сейчас за ваше пожертвование в размере 30 долларов или больше. Номер заказа FED128. Заходите на сайт Перри Стоун или позвоните по номеру 18821 или свяжитесь с нами напрямую. Не забудьте номер заказа FED128. Назовите этот номер по телефону или напишите мне на почту. Скажу еще раз, эта книга является самой помазанной книгой на тему духовной войны в моем служении. Бог открыл мне слово, и я хочу поделиться им с вами. С нетерпением ждем ваших писем. Спасибо, что оставались с нами. Программы, которые мы выпускаем из Израиля, еще ни разу не повторились. Мы записали их в ноябре прошлого года, и если мы выпустим их в этом году, то вы сможете посмотреть в целом 36 программ. Не упустите ни одной. И также специальное предложение в программе на этой неделе совершенно новое. Мы предлагаем вам купить книжку, которую я только-только написал. Большая ее часть была написана мною в Израиле. Господь будил меня в 3 часа утра и давал мне слово. Надеюсь, вы готовы его получить. Послушайте меня внимательно. Я бы хотел, чтобы вы присоединились к нам на одном из служений, где мы будем проповедовать. Верю, что если вы приедете в одно из этих мест, Дух Святой благословит вас. В Грандвилле, штат Мичиган, 22 апреля мы будем в церкви «Жизнь воскресенья». Мы также приедем на конференцию, которая будет проходить в Гамильтоне, штат Огайо, в церкви Божией Принстон-Пайк с 4 по 6 мая. После этого отправимся в Манстр, штат Индиана, в семейный христианский центр, церковь Стива Манстра, на одно служение в среду. Предлагаю вам побывать в этих замечательных церквях вместе с нами. Я верю, что у Бога есть Слово для вас. Также хотел бы еще кое-что вам сказать. Когда человек стареет, а мне уже 58 лет, я проповедую Евангелие 41 год, когда человек стареет, он начинает размышлять о проделанном служении и думать о том, куда двигаться дальше, каков будет его последний путь. Ты хочешь закончить жизнь достойно в глазах Бога. За всю мою жизнь Господь открыл мне множество вещей. Я провел 178 тысяч часов, изучая Писание, в течение 40 лет. Я включаю сюда чтение комментариев, летописей, переводов, разных статей, и мы решили открыть Международную библейскую школу, Международную школу слова. Вы можете учиться в ней из любой точки мира. Зайдите на наш сайт, чтобы узнать больше о наших порядках зачисления в Международную библейскую школу. Там будут читаться интереснейшие лекции. Вы будете основательно изучать Божье Слово, что, несомненно, поможет вам в жизни. Я человек, который любит основательно изучать Божье Слово. Увидимся на следующей неделе. Молюсь, чтобы Господь благословил вас. Я хочу, чтобы вы вместе с моей семьей попали на празднование моего 60-летия, которое будет проходить на море на новейшем норвежском круизном судне. Это будет круиз по Аляске, который продлится с 23 по 30 июня 2019 года. За всей подробной информацией обращайтесь на сайт Перри Стоун. Посмотрите, куда мы поплывем. Забронируйте билеты на наш круиз, чтобы попасть на все собрания, на которых я буду проповедовать в этих краях. Вы познакомитесь лично со мной и Пэм. Перри Стоун приглашает вас присоединиться к нему в туре по Израилю с 19 по 28 ноября с возможностью посетить город Петра в Иордании. Звоните нам по номеру, указанному на экране, или заходите на наш веб-сайт, чтобы узнать дополнительную информацию. Количество мест ограничено, поэтому звоните сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok